В студии Лиза Калинина и наша программа наука и технологии. С радостью представляю нашего сегодняшнего эксперта. В гостях у нас сегодня Артур Сотников, главный редактор iGuts.ru. Здравствуй, Артур. Здравствуйте. Привет, спасибо большое, что ты к нам пришел. Сразу обозначаю тему. Мы сегодня будем говорить о новых технологиях. О смартфонах, планшетах, компьютерах. Ты нам такой ликбез проведешь. Друзья, группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Есть отдельный пост. Пожалуйста, пишите, задавайте свои вопросы. И WhatsApp Viber 909-928-189. Я думаю, Артур с удовольствием прокомментирует все, что знает. Итак, насколько мне известно, ты вернулся относительно недавно с выставки, которая проходила в Барселоне. Что это было? Расскажи. Да, на прошлой неделе в Барселоне проходила одна из трех крупнейших выставок потребительской электроники Mobile World Congress. И на ней практически все производители показали свои разработки, которые начнут продаваться в ближайшем будущем. Или чуть-чуть более отдаленные прототипы устройств, которые мы увидим в середине или во второй половине 2018 года. Так, и что поразило? Вот что прям можешь нам посоветовать, порекомендовать? Ну, наверное, в первую очередь нужно сказать, что сейчас обозначился тренд на практически безрамочные смартфоны. И буквально каждый производитель пытается сделать, если не что-то свое, то скопировать iPhone X, который... Ну, сейчас набирает обороты, да? Да, да. То есть очень многие позаимствовали вот эту концепцию небольшой челки, которая находится в верхней части экрана. Ага. И практически около 20, наверное, смартфонов на выставке полностью повторяли вот этот дизайн лицевой панели. И опять же пропорция экрана 18 к 9, то есть ультраширокое соотношение сторон, это вот то, чем мы будем пользоваться в этом году. Ага. Слушай, ну конкуренция большая. Как выбирать себе телефон? О. Ну, просто получается же большой выбор, да? Да. Одинаковых смартфонов. Или как? Ну, они не совсем все-таки одинаковые, потому что это и разные ценовые сегменты, то есть начиная от каких-то ультрабюджетных китайских, не очень известных в России производителей, то есть там, например, DOOGEE. И заканчивая топовыми вендорами, то есть это Samsung, это Asus, Sony и другие компании. А смартфоны, понятно, какая тенденция, планшеты, они еще нужны или уходят немного с рынка популярности? Ну, на самом деле на рынке планшетов происходит стагнация, то есть новые модели выходят очень у ограниченного количества производителей. Потому что неудобно? Ну, то есть люди перестали покупать? Наверное, дело в том, что по сценариям использования планшеты, они все-таки ближе к ноутбукам, и у них намного дольше жизненный цикл. То есть если смартфоны мы стараемся менять, если позволяют деньги, это каждый год, если бюджет более ограничен, это раз в два года, то планшеты могут 3-4 года в принципе комфортно использоваться. А то и больше. Да, потому что это просмотр видео, это в основном какие-то не очень требовательные игры. Книги электронные. И, наверное, единственный сценарий — это продукты типа iPad Pro, которые все-таки ориентированы на творчество, которые поддерживают активные стилусы, позволяют рисовать, делать какие-то скетчи, заметки и подключать клавиатуру. То есть вот это, наверное, единственное, что сейчас более-менее активно развивается на рынке планшетов. Ну, давай, давай ты расскажи, что еще такого было интересного, и потом уже будем разбирать какие-то вопросы. Что вот еще поразило на выставке в Барселоне? Наверное, то, насколько сейчас компания делает ставку на интернет вещей и на подключение всего и вся к интернету. К интернету, да. То есть это умные автомобили, они были у компании Nokia на стенде, показывали оптимизацию системы вождения. Seat привез свои концепты. Qualcomm, опять же, продемонстрировал какие-то разработки, по-моему, на примере Cadillac Escalade. Вот. И происходит много интеграций в другие повседневные достаточно вещи. То есть, например, умные примерочные Manga Smart Fitting Room. Там в экран встроен небольшой такой интерфейс, и можно просматривать вещи, которые ты приносишь примерочную, которые будут сочетаться с этими, с выбранными вещами. Как удобно. Да, действительно, очень удобно. И там показывается и наличие, и какие-то другие альтернативные варианты, цветовые решения. Вот. То есть не исключено, что когда все-таки стандарт связи 5G будет введен, то у нас практически повсеместно вся электроника будет подключена уже к сети. Да. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Хочу напомнить, в гостях у нас сегодня Артур Сотников, главный редактор iGuides.ru, группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Задавайте свои вопросы. И вот сапфайбер 909-928-189-9. Мы говорим о новых технологиях, да и о старых. Задавайте свои вопросы. Я думаю, что Артур с удовольствием все прокомментирует, что знает. Пока Валерия с таким, как ты. Лиза Калинина в студии, программа «Наука и технологии». У меня в гостях сегодня главный редактор iGuides.ru, Артур Сотников. Говорим о новых технологиях. Артур буквально несколько дней назад приехал с выставки новых технологий, которые проходил в Барселоне. Самый необычный гаджет, который ты увидел. Что поразило? А также вот ты мне сейчас вне эфира рассказывала о гаджетах будущего, да? Так или иначе. Вот давай. Наверное, одним из самых запоминающихся устройств стал концепт японского оператора NTT Dacoma. Они показали устройство для бизнес-сегмента. Это с виду выглядит как обычный смартфон. Но у него есть небольшая часть, куда встроена камера, а остальное полностью прозрачный дисплей. И, соответственно, на этом прозрачном дисплее отображается информация, и он предназначен для навигации, для получения какой-то справочной информации. То есть это не дополненная реальность, а именно в одном устройстве сосредоточена. И они показывали на примере, например, бутылки саке, каких-то памятников архитектуры. То есть когда поворачиваешь это устройство, там на экране отображается, допустим, если это достопримечательность, когда была построена, что там интересного и прочая сопроводительная информация. А в будущем они еще планируют это использовать, например, в качестве переводчика. То есть два человека могут общаться на разных языках, и каждый будет со своей стороны этого прозрачного экрана видеть перевод. Вот. Обалдеть. И сколько же такое стоит? Пока сложно сказать, да, потому что это пока в виде только концепта. Слушай, а вот эти все выставки, мы-то люди простые, не бывали. Как они проходят? То есть производители уже говорят, сколько примерно будет стоить то или иное устройство? Или это пока просто делится какими-то новинками, идеями, какими-то проектами? Или то, что уже вот-вот-вот выйдет на рынок? Ну, на самом деле в рамках выставки собрано и то, и другое, потому что часть устройств, они уже вот-вот выйдут на рынок, и производители объявляют цены и примерные даты начала продаж. То есть если мы говорим, например, о смартфонах. А в то же время там показывают много решений для бизнес-сегмента, то есть которые предназначены, телеком-компании разрабатывают для других каких-то корпораций. И есть опять же концепты, то есть устройства, которые сейчас еще не готовы или не могут технологически быть произведены в достаточном объеме, но в каком-то будущем мы их увидим. Хорошо. Вот смотри, тогда давай еще по смартфонам пройдемся, да? Что сейчас будет выходить? Какие преимущества? Что такого принципиально нового, если люди заинтересуются, чтобы они были уже так в курсе? Ну, если говорить о смартфонах, то, наверное, сейчас уже гонка за техническими характеристиками отходит немножко на второй план. И все производители... Что все похожи, да? Да, действительно все похожи. И в принципе смартфоны стали достаточно мощными, что устройствами прошлого поколения все еще можно комфортно пользоваться. Поэтому компании сейчас стараются работать на пользовательский опыт и предлагать какие-то новые инструменты взаимодействия. То есть достаточно интересная разработка была представлена у компании Sony в смартфонах Xperia. Там установлен вместо обычного электромеханического вибромотора специальный небольшой, можно его назвать, двигателем, который по-другому издает вибрацию. И он синхронизируется с видеоконтентом, с музыкой и с играми, которые воспроизводятся на экране смартфона. И то есть, например, во время каких-то спецэффектов в блокбастерах, в чем-то еще, смартфон начинает в такт звуку немножко вибрировать. И то есть получается такой новый уровень взаимодействия. Это очень интересно и необычно ощущается в руках. А зарядка у него как нормальная? Держит долго? Ну, будем надеяться, что это не сильно будет расходовать аккумулятор. Скажи, пожалуйста, вот приходят похожие сообщения, я так среднюю температуру по больнице озвучу, общее мнение, что сейчас слишком часто гаджеты обновляются. Есть ли смысл, если говорить о обычных людях, покупать каждый год, каждый сезон что-то новое? Или это чисто маркетинговый ход, как правило? Просто очень много таких вопросов, люди интересуются. Ну, возможно, ежегодное обновление чаще всего лишено смысла, потому что смартфоном действительно можно комфортно пользоваться на протяжении хотя бы двух лет. Но достаточно сильные изменения произойдут в этом году. То есть все-таки изменение пропорции экрана и переход к стандарту 18 на 9, он сильно повлияет на потребление контента. И действительно таким устройством удобнее пользоваться, потому что больше информации помещается на экране. В этом году, наверное, все-таки будет иметь смысл поторопиться с обновлением. Друзья, мы совсем скоро вернемся. Хочу напомнить, в гостях у меня сегодня Артур Сотников, главный редактор портала iGuides.ru. Пишите вы свои вопросы, группа ВКонтакте «Страна.ФМ», а также WhatsApp Viber 909-928-189-9. У нас сейчас небольшая пауза, и совсем скоро мы вернемся, оставайтесь с нами. Программа «Наука и технологии» продолжается, не начинается. В гостях Артур Сотников у нас, главный редактор iGuides.ru. Мы говорим сегодня о новых технологиях, гаджетах и так далее. Такой ликбез у нас проходит. Так, мы остановились на том, что, я помню, Sony выпустила вообще какой-то классный телефон в работе с видеозвуком. Да, что у них еще? Платформа Android обновленная такая. Да, там новый Android, да. Кроме Sony, наверное, я бы еще отметил смартфоны Asus. Они пока только анонсированы, три модели. Это Zenfone 5 и флагман. Он поступит в продажу, если мне не изменяет память, в июне. Это будет самый мощный смартфон в своем ценовом сегменте. А какая цена у него? У него будет цена, предположительно, чуть меньше 40 тысяч рублей. А у Sony? У Sony, я думаю, что выше, но на российском рынке пока цена не объявлена. Понятно. Вот. А Asus, он опять же использует форм-фактор 18-9 экрана. И позаимствовал челку айфона. Но, кстати, про многих производителей смартфонов стоит сказать, что несмотря на то, что они начали использовать выступ в верхней части экрана для расположения модуля камеры и других датчиков, все-таки в плане безопасности они не дотягивают до того решения, которое предложила компания Apple. И поэтому производителям приходится оставлять классический сканер отпечатков пальцев. Некоторые его оставляют на задней панели. Другие, например, китайская Vivo пытается встраивать его в экран. Вот. Но, тем не менее, все-таки пока не получается у них полностью отказаться от сканеров. Угу. Смотри, получается, что сейчас сегмент до 40 тысяч рублей. Вот просто мне хотелось бы сделать какие-то такие выводы для потребителей, кто хочет купить себе телефон. До 40 тысяч рублей, то лидер — это Asus, да? Да, но его нужно еще дождаться в продаже. То есть это будет примерно в июне. В июне. Да. Восьмой iPhone, по-моему, около 50 тысяч рублей стоит. Десятый — около 70. Угу. Samsung, ну, примерно такая же, да? Сейчас ценовая, новый Samsung. Да, Samsung Galaxy S9, они немножко поднялись в цене. То есть эта разница примерно составляет около 100 евро для европейских стран. Для России официальной цены пока нет, нужно будет дождаться презентации. Но я бы сделал ставку на то, что относительно Galaxy S8 он все-таки будет немного дороже. Немного дороже, так как какая цена примерно? Ну, я бы предположил около 5 или 10 тысяч рублей. А, да? Да. Ну, недорого. Ну, относительно iPhone, конечно же. Нет, я имею в виду повышение цены. А, повышение цены. Да, относительно прошлого года. Я не понял, ну как это вообще возможно? Хорошо, вот смотри, в этом году выходили одновременно 8 и 10. iPhone, а между ними принципиальная разница — это размер, ну, пропорции экрана, да? Вот что ты скажешь сейчас, стоит ли покупать iPhone 8 и 10? Если да, то какие преимущества? Если нет, то что может быть дождаться в следующем году? Ну, мне кажется, что покупать 8 iPhone сейчас становится все меньше смысла, потому что действительно сейчас происходит постепенный, даже не постепенный, а уже произошел переход к тому, чтобы смартфоны были с минимальными рамками по периметру. И лицевая сторона имела как можно большую полезную площадь. У 8 iPhone все-таки этого нет. И после выхода iPhone X, я думаю, что сейчас Apple будет приводить все устройства к одному знаменателю и все-таки использовать и новую систему управления жестов без классической кнопки «Домой» и новые пропорции экрана, под которые сейчас практически все приложения уже стали оптимизированы. Я думаю, что или в этом, или в следующем году у них весь модельный ряд будет примерно в одном форм-факторе. В 10-м? Да. Ну, что ж так они выпустили 8-й. А вот скажи, вот человек может... Ладно, я совсем скоро, друзья, меня уже прерывают. Я напомню, у нас Артур Русотников в гостях. Сдавайте вы свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Говорим сегодня о гаджетах. Небольшая пауза. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, продолжаем науку и технологии. Лиза Калинина и в гостях у меня сегодня Артур Сотников, главный редактор портала iGads.ru. Мы говорим сегодня о новых технологиях, о гаджетах. Артур нам также дает какие-то рекомендации. Вот скажи, Артур, вот людям свойственно переходить между платформами Android и iOS. Ну, то есть, когда выходят новинки, допустим, ты сейчас рассказал про Sony, да, вот такой весь шикарный. Он, кстати, сравнится с Galaxy и с 10-м айфоном? Ну, они, наверное, все-таки очень разные именно по каким-то своим фишкам. То есть, если, например, у Samsung однозначно лучшая камера, экраны Samsung и iPhone X, они приблизительно одного качества, они очень крутые, то Sony берет другими все такими вещами. Это, во-первых, этот фирменный Sony Style, за которым очень много всегда стояло фанатов. Это, опять же, возможность съемки 4K HDR-видео. Это новый вибромотор, который дает тактильное ощущение от просмотра какого-либо контента. То есть, каждый, наверное, выбирает те особенности устройств, которые ему ближе. Ну, вот у них у всех одна ценовая категория. Приблизительно, да. Это 60, ну, нет, больше, 70 тысяч рублей. Ну, так, условно, да. Вот сейчас, вот ты же как-то отслеживаешь рынок. Люди бегают, перескакивают с Android на iOS или нет? Если они с третьего айфона начали покупать себе его, то уже так и следует плевать на другие новинки. Ну, с одной стороны, производители сейчас дают все больше удобных инструментов миграции. То есть, у Apple есть свое решение для того, чтобы было удобнее переходить с Android на iPhone. А что они там делают? Я не знаю, кстати. Там специальная утилита, которая облегчает переход между платформами. То есть, она позволяет... То есть, контакты сохраняют или что? Да, там контакты, фотографии. Опять же, с iPhone на Android также. То есть, если, например, переходить на смартфон Galaxy с iPhone, то с помощью приложения можно перенести вплоть до того, что он тебе предлагает сопоставить приложения, которые у тебя были установлены на iPhone, и подобрать ближайшие похожие приложения для Android. Ну, круто. Это удобно, конечно. Да, с одной стороны, удобно, но с другой стороны, процесс перехода очень сложный. Потому что у людей очень много покупок уже в магазине приложений, купленные игры. Сильно завязывает на экосистеме музыкальный сервис, то есть, это Apple Music и Google Play Music. А у кого-то еще, оказывается, куплены дополнительные аксессуары. То есть, мы тут говорим даже не о чехлах, которые относительно недорого можно поменять. Приобрести, да. Ну, а таких вещах, как, например, смарт-часы, допустим, кто пользуется Apple, очень многие сейчас покупают наушники AirPods. И вот это вот действительно привязывает человека к определенной платформе. У нас тут вопросы про седьмой iPhone. Сильно ли он устарел по сравнению с тем, что происходит? Ну, и дать оценку просит ему вообще. Удобный или такой был не очень удачный продукт? Седьмой iPhone мне нравился. Особенно мне нравилась у них ограниченная серия Product Red, который был в красном цвете. И, честно говоря, если бы у меня сейчас был, например, красный iPhone 7, я бы с удовольствием им пользовался. То есть, в принципе, он не особо уступает новинкам? Можно и так сказать. Ну, смотря какой у вас такой вопрос, не очень конкретный, да, в том плане, как вы пользуетесь и для чего вам вообще телефон нужен? Да, ну и не стоит забывать, что техника Apple у нас все-таки имеет чуть больший жизненный цикл. То есть, если шестой iPhone уже есть смысл менять на новые модели, то даже 6s для многих может быть вполне комфортным устройством. В плане, что имеешь в виду, зарядки? В плане производительности, в плане качества съемки, качества экрана. То есть, нельзя сказать, что обязательно строго каждый год нужно менять айфоны. Что касается зарядки, вчера поступила новость, я, кстати, читала, что один аналитик выяснил, сколько живет продукция Apple, там, средний срок 4,5 года. Ну, потому что у них очень заметно батарея садится, ну, по сравнению с первым годом пользования и далее, да. Вот что касается других гаджетов, там, Galaxy, есть ли у них такая проблема с батарейкой, как у нас, там, садится на морозе так же, как к айфону или нет? И, не знаю, десятые, кстати, садятся? Ни разу не выключился. Не выключился? Ну, десятому не так много еще времени пока, то есть, однозначно сказать, насколько хорошо будет работать аккумулятор, допустим, через год или через два года эксплуатации, наверное, мы сможем узнать только через два года. Что касается смартфонов других производителей, в принципе, тут ограничения не связаны с тем, кто создает устройство, а именно самой технологии литиевых аккумуляторов, которые со временем деградируют у них начинка, и они начинают все хуже работать. Ага, понятно. А вот мы говорили с тобой тоже не эфира, вот хочу, чтобы наши зрители и слушатели узнали. Были не только топовые какие-то продукты, но и, как вот есть, есть Оскар и золотая малина. Золотая малина кому присуждается в этом году? Наверное... Ну, есть же такой, бывает, неудачный продукт вышел у компании, да? Ну, что же такого случается? Ну, наверное, два антигероя выставки. Это был один из смартфонов китайских производителей, которым так не терпелось показать свое безрамочное устройство, что журналистам они показали пластиковую болванку, на которой был просто нарисованный интерфейс, и отдельно на стенде стоял работающий дисплей этого смартфона. А вторым неудачным релизом я бы, наверное, назвал компанию LG, которая показала обновленную версию своего флагмана V30. Но проблема заключалась в том, что они не привезли действительно новое устройство на выставку, а сделали небольшое обновление актуального. Но они добавили функции искусственного интеллекта без поддержки на уровне железа. То есть, с одной стороны, это либо будет работать не очень хорошо, либо потреблять очень много энергии, а с другой стороны, фактически, все обновление смартфона заключалось в обновленной версии программного обеспечения. То есть, фактически, компания LG могла выпустить это обновление для всех, кто уже купил смартфон V30, а вместо этого она предлагает с новым софтом купить новый смартфон и фактически заново заплатить деньги. Ой, как. Мне кажется, по отношению к потребителю это не очень честный подход. Ну, конечно, совсем не честно. Друзья, мы совсем скоро продолжим небольшая пауза. Хочу напомнить в гостях у нас сегодня Артур Сотников, главный редактор iGuides.ru. Говорим о новинках, технологиях. Группа контакта «Страна.ФМ» WhatsApp Viber 909-928-189. Пишите, задавайте свои вопросы. Страна.ФМ Хочет нашу страну Завершаем потихоньку программу наук и технологий. Напомню, в гостях у нас сегодня Артур Сотников, главный редактор портала iGuides.ru. Мы говорим о тех новинках, которые показали в Барселоне на, как правильно называется? Mobile World Congress. Ну, вы поняли. Конгресс, в общем, да. Представляли новые технологии, игры, не знаю. Сейчас поговорим об аксессуарах. Вот твой коллега, один из экспертов, был у нас тоже в эфире, сказал, что смарт-часы, в принципе, как изобретение, ну, полный провал, вообще ненужная фишка. На самом деле такой маркетинговый, какой охот, чтобы люди приобретали, платили деньги и так далее. Что скажешь ты, какая оценка у тебя, как у эксперта, к этому продукту? Ну, я уже несколько лет пользуюсь Apple Watch, поэтому... Лично сам, да? Да, да. Поэтому могу сказать, что я без них как без рук фактически. Да, даже так, очень удобно. Потому что постоянно по работе огромное количество уведомлений из чатов, пресс-релизы в почте, что-то еще все время происходит. И ты на маленьком экранчике можешь там что-то пресс-релиз какой-то посмотреть? Нет, я хотя бы могу прочитать заголовок от кого и решить, стоит ли мне доставать смартфон из кармана. Или я могу, например, это проигнорировать и заняться этим вопросом позже. И не стоит забывать, что все-таки, например, у Apple Watch очень много функций сделано для спортсменов. То есть это трекинг активности. Буквально в недавнем обновлении на прошлой... Да, на прошлой неделе появились новые функции для лыжников и сноубордистов. То есть кто катается, они могут, например, следить за своей активностью и более... Ну и вообще, да, смотри, сколько прошел, пробежал, ну ты как минимум такой. Вот, но если говорить в целом о рынке носимой электроники и умных часов, то фактически сейчас абсолютно ничего на нем не происходит. На Mobile World Congress практически не было представлено новинок. То есть все крупнейшие компании, они когда-то устроили очень такую пафосную гонку. То есть Huawei громко анонсировала свои часы. У Samsung была отличная модель. Но все заключается в том, что не каждый человек хочет носить на руке еще один гаджет. То есть мы привыкли, что часы это должно быть какое-то модное, статусное или... Ну да, элегантное что-то такое. Да, а, например, условный Huawei или Asus, это, ну, возможно, для некоторых людей это не та штука, которую хочется надевать. И, с другой стороны, вторая проблема, это компания Qualcomm, производитель чипов, она уже несколько лет не выпускала новые разработки для носимой электроники. И, соответственно, производители тоже не могут улучшать свои продукты и представлять новые модели. Слушай, а вот что-то мы не поговорили, а вообще какие-то камеры были представлены еще новые, там, может, какие-то дополнительные фишки, там, суперчехлы для телефонов какие-то, водонепроницаемые, что-то еще какие-то... Ну, дополнительная, может быть, мелочь какая-то, ну, прикольная. Ну, на самом деле, каких-то очень заметных аксессуаров все-таки на выставке представлено не было, чтобы можно было однозначно заметить и вспомнить. То есть, наверное, главные анонсы это были связаны все-таки с более крупными устройствами. То есть это смартфоны, Huawei показала отличный планшет. Вот, а про Huawei что-то мне толком не сказали? Что там у них? Смартфоны у них будут представлены позже в этом году флагманские, а на Mobile World Congress они приехали с двумя... Нет, с тремя моделями планшетов. Новых, да? Один из них с поддержкой активного стилуса и пристегивающейся клавиатурой. Угу. А что делать со старой? Вот ее продать сейчас можно? Куда ее девать? В принципе, ее даже не можно. Потому что ее нужно продавать. Нужно продавать. Потому что все равно любая проданная техника это неплохой стартовый капитал для покупки нового устройства. Потому что айфоны, например, они не очень сильно дешевеют, допустим, по сравнению с прошлым годом. И это позволяет сэкономить на покупке нового устройства. Другие смартфоны, они, наверное, все-таки чуть хуже продаются на вторичном рынке. Но, тем не менее, копить их смысла никакого нет. Ну, за исключением, наверное, тех случаев, когда можно отдать родственникам, детям, родителям, кому-то еще. Ну да, получается, правда, есть такой призыв, обнови, обнови, купи, купи, а что со старым-то делать? Да, то есть, если, вот ты прав, айфон еще как-то более-менее можно продать, то я даже не знаю, вот с андроидами, как обстоят дела. Наверное, покупают. Нет, они, конечно, продаются, да. Вот, и все равно удобнее, когда ты можешь старое устройство использовать как часть... Ну да, с бюджета, часть, да. Да, Артур, спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще в гости, будешь нам проводить такой ликбез. Друзья, хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня был Артур Сотников, главный редактор iGuides.ru. Вот непосредственно можете зайти на портал, посмотреть здесь очень много интересных статей, причем, насколько мне известно, разных сфер, да, ведь не только и про мобильные телефоны, про компьютеры, и что-то про машины, про игры. Да, мы еще рассказываем про сервисы, рекомендуем приложения, инструкции какие-то даем. То есть стараемся полностью помогать людям с выбором и с использованием устройств. Спасибо большое. Приходи к нам в гости еще. Пока.